Сегодня разберемся с фильтрами и акциями, которые я бы назвал сегментами. То есть начали мы с событий, с которыми в принципе работают пользователи на продвинутом уровне. И заканчиваем фильтрацией данных. То, чем пользуются все и регулярно. То есть идем от сложного к простому, это не специально. Так получилось. Значит везде на страницах с отчетами, кроме главной, вот здесь вверху есть такие штуки. И везде на страницах с отчетами, кроме сводки отчетов, есть еще вот такие штуки. Что это такое и зачем оно вам надо? Это сегментирование посетителей, подобно тому, как мы создавали аудиторию в предыдущем уроке. Но на базовом уровне. Что называется в реальном времени. Вот здесь у нас сейчас все пользователи. То есть он показывает сейчас всех пользователей, которые посещали сайт, независимо ни от чего. И если добавить акции, не знаю зачем они это так назвали, и добавить параметр, например, пусть будет дата, скажем, за пятое число. Окей, применить. Мы получим сравнение всех пользователей с теми, кто посещал сайт за определенную дату с разбивкой всех показателей по этим двум параметрам. А вот просто все пользователи. Вот все пользователи за пятое число. Так мы удаляем акцию. Ну и с датами не совсем правильно. Дату вообще лучше смотреть в другом месте. Поэтому давайте добавим другой параметр. Например, регион. Скажем, Москва. И вот сравнение всех пользователей с теми, которые пришли из Москвы. Показатели можно редактировать. Можно, например, выбрать Вильнюс. А можно и совмещать. Москва и Вильнюс. А вот. И вот только Вильнюс. Теперь, что касается фильтров. По сути, акции добавляют вам параметров для сравнения. Вы сравниваете пользователей из Москвы и Вильнюса. А фильтры, наоборот, отсекают какие-то параметры. Точнее, оставляют только те, что вам нужны. Хотя работают формально так же. Например, мы добавляем фильтр. Путь к странице и класс экрана. Выбираем значение, скажем, About. То есть, это страница о нас. И получаем только данные по пользователям, которые заходили на эту страницу. В принципе, то же самое мы делали с помощью событий в предыдущих уроках. При этом, если вам нужно отследить только пользователей, которые заходили на страницу о нас, можно это сделать вот так. Просто вместо названия аудитории также выбрать путь к странице. Все, мы получаем только тех, кто заходил на страницу. Отменим для наглядности. Тут есть еще два действия, которые, во-первых, также весьма полезны в работе, а во-вторых, это, по-моему, единственное, о чем осталось рассказать в контексте сортировки, фильтрации и сегментирования. В предыдущей версии аналитики схема была, конечно, гораздо сложнее. Сначала сортировка. Мне это действие показалось неочевидным. Я понимал, что это где-то есть, но не мог найти. Сейчас у нас отсортировано по просмотрам. Как отсортировать, например, по времени взаимодействия. Так не работает. Но вот здесь, если навести мышку на название, появляется стрелка. Нажав на которую, вы сортируете по времени от большего к меньшему. Либо от меньшего к большему. И также по другим параметрам. Еще важной вещью тут является вот этот плюсик, который просто добавляет вам какой-то параметр, по которому вы можете проводить сравнение. Например, география и страна. Можем, кстати, проверить таким образом, работают ли фильтры. Давайте добавим фильтр также по странам и добавим только Россия. И да, видите, в выдаче у нас только Россия. Фильтр работает. Теперь сделаем то же самое с помощью сегментов. Так, не город, страна. Например, Литва. И да, в выдаче только Литва. Да, все работает, все отлично. Еще важно сказать, что в отличие от фильтров, сегменты, ну или акции, сохраняются, когда вы переходите на другие закладки. А фильтры пропадают. Поэтому, если вам нужно походить по закладкам, старайтесь настраивать выдачу с помощью фильтров. Тем более, что в фильтрах можно комбинировать параметры почти как в случае с настройкой аудитории. Ну и про время нужно еще сказать. Сравнение по временным отрезкам не делается через сегменты. Это проще здесь. Тут классика Google. За 7 дней, 28, 90 и так далее. Можно выбрать собственный период, просто отметив начало и конец. Можно здесь прописать начало и конец периода. А если вам нужно сравнить периоды, нажимаете на эту галочку, и он выберет такой же временной интервал для сравнения. У нас стоял 28 дней, значит он будет сравнивать эти 28 дней и предыдущие. Либо, например, аналогичный период предыдущего года. Вот так это будет выглядеть. Google приводит не только показатели, но и рост или спад этих показателей в процентах. И на этом по большому счету с аналитикой все. Осталось разобраться с раздачей прав, важная тема. И выяснить, наконец, по каким поисковым запросам люди переходят на ваш сайт. Это в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин